Привет, я Иван и вы на канале Маэстро Барбекю. Сегодня сделаю изговельный шашлык и подам с овощами. У меня тонкий край на кости. Шашлык будет не очень жирный, но очень вкусный. Первое, что нужно сделать, это удалить кости. Так, чтобы вам было видно, вот тут идет хребет. И я ножом вот так вот вдоль хребта срезаю мясо. Кстати, был ролик про томогавк. Многие советовали нож Трамантина, еще что-то. Я выбрал Трамантина. Но у Вебера появился вот такой нож, и он меня вполне устраивает для обвалки мяса. Ну и так, между прочим, продается в www.maestrobarbecue.ru От кости избавился, теперь пленка вот тут сверху, есть пленка. И я ее аккуратно срезаю. Она даже вот так вот отходит. Такая жировая пленка, ее снять довольно-таки легко. Дальше идет пленка, которую совершенно точно нужно удалять, потому что она стянет мясо, и мясо будет сухое. Ее удалять сложнее. Так вот ножом поддеваю, жирненько подделся, согласен. Идеальный кусок для того, чтобы сделать из него шашлык. Возьмите удобную посуду, чтобы было удобно мешать и оставить мариноваться. Теперь нарезаю мясо. Нарезаю большими кусками. Мясо готово. Равномерно распределяю, чтобы мне было удобно нанести специи. И теперь специи. Из специй я взял 4 перца, то есть это черный перец, белый перец, красный и зеленый. Примерно столовая ложка. Чайная ложка, большая с горочкой зиры. Кориандр, также столовая ложка. Столовая ложка чеснока гранулированного. И столовая ложка паприки. Кто знает, напишите в комментариях, где купить большую ступку удобную. Очень нуждаюсь. И киевская супер нужна больше. Вот такая, как киевская, но раза в 3-4 больше. Ну, все получилось. Теперь все высыпаю на мясо. А теперь все хорошо перемешиваю. Специи безумно ароматные, потому что только что их перетер. Надо их равномерно распределить по мясу. И убираю в сторону. Лук. Лука нужно много. Половину от веса мяса, а лучше один к одному. И тогда мясо будет очень-очень вкусное и сочное. Ведь лук размягчает мясо. Поэтому не жалейте его. Почистил лук, а теперь нарезаю полукольцами. Причем толстыми, чтобы легко было перед жаркой убрать каждую луковичку. После того, как лук порезал, немножко вот так разбираю, чтобы он на перышке разбился. И теперь соль. Лук сначала солю на доске. Примерно 3 столовых ложки. И теперь перемешиваю, чтобы соль распределилась. По луку и лук начал отдавать свой сок. Ждем буквально 3 минуты и добавляю мясо. 5 минут лук полежал, он стал мягкий и начал отдавать сок. Теперь беру, так двумя руками нажимаю и посыпаю мясо. Вот он сок отдает. Видите, вот это все промаринует и сделает мясо мягким. Ну, а теперь самое время перемешать мясо. Разминая лук, перемешиваю мясо. Перемешиваю и делаю легкий массаж мяса. Для того, чтобы все впиталось в мясо. Специи, сок от лука и мясо было нежным и вкусным. Накрывайте шашлык пленкой, либо крышкой. Для того, чтобы запах не расходился по всему холодильнику или по всему дому. Убираю мясо на 4 часа в прохладное место. Шашлык маринуется уже 2 часа. А сейчас я займусь соусом и замариную лук. Помидор вот так вот отрезаете. Помидор крестиком. Кладете в миску и заливаете кипятком. Отделю 2 зубчика чеснока и почищу. Вот тут в ступке у меня несколько горошин перца. Разомну их. Сюда отправляю чеснок. Теперь кинза. Немножко кинза. Пару листочков базилика. И несколько листочков мят. Как только шкурка начала вот так вот отваливаться по краям, пора вынимать. И она хорошо слазит. А потом перемешиваю чеснок с зеленью. Теперь помидор отправляю также в ступку. И помидор придавливаю. Добавил второй. И также раздавливаю. И посолить. Ну и конечно замариную лучок. Обычный репчатый лук. И оставляю лучок минимум на час мариноваться. Готовить буду с помощью вот такой штуки. Это практически то же самое, что вертел от Weber. Но здесь еще можно поставить шампура. А с помощью моторчика они еще будут крутиться. Закрыл крышку, они крутятся круто. Кстати, вертел тоже есть. В комплекте. И кстати, с противовесом. А тут есть регулятор. Включайте. И они начинают крутиться. А он еще регулирует скорость. И работает на аккумуляторах. Крутая штука. У нас тут дождик пошел, но грилю это не помеха. Два кубика на нижнюю решетку. Сверху стартер. А вот теперь внимание. Писали вопрос, можно ли жарить на обычном угле. Уголь от Weber специально так вот разорвал, чтобы вам показать. Смотрите, два бумажных пакета, еще красивый. И вон он, крупнофракционный уголь. Между прочим, из твердых пород дерева. С добавлением груши. Моя любимая горелочка. И идем насаживать на шампура мясо. Так, прошло 4 часа и мясо замариновалось. Запах просто охренеть. Кстати, каждый шампур подписан. Вот это номер 5. Нужно найти номер 1. 4, 2, 3, 7. 1. Смотрите, на шампурах есть вот такие вот рисочки. Вот она рисочка и вот она рисочка. То есть, вот сюда надо насаживать. Мне самая обычная гавейдин. Брал ее на рынке. Замариновал. Сейчас мы ее пожарим. Смотрите, очень важно не набивать мясо вот так. Нужно кусочки распределить, оставить между ними расстояние для того, чтобы корочка образовалась. Шашлык был очень вкусный. Вот уголь разгорается намного быстрее. Буквально за 5 минут. Поэтому пересыпаю и можно жарить. Так, вот расправляю кочергу и все. Вот здесь можно еще добавить. Все спрашивают, как на него поставить вертел. Смотрите, вот тут барашек откручиваете. И вот так снимаете. И все готово. Ставим. Не ставлю в режим томления, потому что уголь более сильно горит. Поэтому в режим томления пусть так горит. И угля много сейчас. И нить наполовину закрыт. И включаю регулятор. Пока мясо жарится, быстро порублю салат. Салат буду делать. Помидоры, зелень и лук. Больше ничего. Базилик. Немножко мята. Перчика. Соль. А теперь секретный ингредиент. Сахар. В ресторанах вам салат посыпают сахаром. Для того, чтобы он был вкусный. И вы его всегда заказывали. Сделайте так же. Помидоры изменят свой вкус. Лук. Немного зеленый. Немного растительного масла. Все. Бежим к шелку. Ну что, смотрим. Какие кусочки равномерно зажариваются. Сейчас их еще немножко подержим. Кстати, вот тут очень удобно. Всегда можно поправить угольки. Блин, прикольно. Накрываю. Ну вот сейчас добавлю кислорода. Пусть будет жар сильнее. И корочка образуется. Так. Ну, кажется, огонь. Пора снимать. Пробовать. Потому что мясо тяжелое. Оно совсем справлялось. Вот, видите, за счет того, что куски далеко друг от друга, они везде обжарились. И очень вкусно. Пахнет шашлыком. Настоящим шашлыком. Не так, как на решетке. Огонь штука. Обязательно к шашлыку лепешка. Салат и соус помидорный. Но сначала шашлык. Блин, ну это очень вкусно. Вот прям, видите, как отрывается? Получился охрененный шашлык. Этот аксессуар я нашел в интернете. Внизу для вас оставлю ссылку. Прям аксессуар для ленивых. Насадил, поставил, все крутится, вертится. Засек 10 минут. Шашлык готов. К шашлыку обязательно хлеб, салат, маринованный лук, томатный соус. В общем, пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова